Доброй ночи, господа! В этот, казалось бы, обычный день, 22 мая 2019 года, я хотел бы упомянуть добрым словом, безвременно покинувших нас, да, не пожелавших с нами остаться, жить, жить и нести людям добро. Но, я сегодня хочу упомянуть добрым словом, свет на столбах, в районе девятиэтажки, который уже более трех месяцев покинул нас, безвременно, не попрощавшись. Мы не успели провести его в последний путь, оплакать, похоронить с почестями, и, пожалуй, отдать ему дань, ведь он столько лет нес нам добро. Это наши недочеты, это наша вина, и мы все сожалеем о том, что мы не смогли это сделать. Видать, мы не сильно его любили, раз он нас покинул и отказался к нам вернуться. Его пытались реанимировать, вырыли яму возле Райспотребсоюза, добрые дяди Среса нам. Вырыли глубокую яму, соединили капилляры, несущие жизнь ему, но это не помогло, не помогло совершенно. Они долго искали в каких-то других органах причину отказа его жить, но так и не нашли. Мы ждали последних три дня в надежде, может, он воскреснет, и обрадуют нас всех, жителей дома Карла Марса 180, жителей дома по улице Чикавова и жителей дома по улице Ленина 13. Но чудо не случилось. Не случилось, потому что у кого-то руки растут не с того, простите за выражение, места. Я не буду называть это место, потому что это всё-таки прямой эфир, да, и нас смотрят дети. Это ещё раз говорит о том, что наши реаниматологи в лице Реса работают как-то недостаточно, хотя я так думаю, всё-таки зря я так говорю, они приложили все усилия, они долго старались, долго мучились. Пациент долго находился на операционном столе, они делали ему препанацию, они добавляли ему, убавляли, пришили дополнительную руку, ногу, даже голову, я помню, что было две, да, кажется. Но это не помогло. Не помогло, потому что свет был обречённый превратиться в тьму и нести нам позор, господа, просто позор, других слов у меня нет. Мы сколько времени уже ждём освещения? Интересно, господа, задать вам следующий вопрос. А по вашим улицам, я говорю, обращаюсь сейчас руководству организации РЭС, тоже нет света? Я вот завтра обязательно поинтересуюсь, где, кто живёт, да, и специально сделаю прогулку, дабы показать Григориополю всему, что у вас по улице сто процентов свет есть, да, на фонарях, на столбах, но почему-то его нет у нас. Кроме того, что у нас нет, я посмотрел, обратил внимание, у нас и плафоны со времён Великой Отечественной. Наверное, Иван Сусанин ещё вводил войска вражеские, да, под этими плафонами. Или у нас проводится какая-то секретная операция по уничтожению кого-то где-то как-то и почём-то. Не, ну вы сообщите, мы, конечно, за добрые намерения всем. Но здесь ходят ночью наши дети. Мы ходим. И учитывая дорожное покрытие и структуру нашего двора, нам можно сломать не одну ногу. Но тем не менее, господа, помнится, пару лет назад вы умудрились отключить лично меня из-за ста киловатт. То есть, за инвалиды лишить освещение за ста киловатт, я считаю, это сверхпозором. Это для вашей организации сверхпозором. Но тем не менее, вы это сделали, приписав меня к злостным, так сказать, неплательщикам. Я платил штраф и только после этого был подключен заново. А то, что мы ждем три месяца уже освещения, это мелочи, да? Вы не можете найти причину? Господа, может, причина вас подумать? Может, причина причин может быть сотню? Если вы сейчас слышите, по улице идут дети. Время сейчас около 12 часов ночи. Я сейчас специально переведу камеру, дабы вы увидели, какое замечательное освещение у нас сейчас во дворе в данный момент. А к жителям этих трех домов, хотя их все-таки по сути четыре, но я считаю три, да? повторяю еще раз, Карла Маркса 180, Ленина 13 и Чикалова я номер не помню. Господа, давайте перестанем платить. Все вместе нас не отключат. Однозначно не отключат. Иначе поднимем бум, тогда что делать, да? Куда деваться? Если не реагирует по-хорошему, будем делать так, как принято. Вызовем ТСВ, напишем на имя президента. Ну, что делать? Если кто-то с чем-то не справляется, то тогда нужно кого-то менять. Либо сотрудников, которые не могут найти причину, либо руководство, которое не умеет ими управлять. Но что-то менять надо. Однозначно. А вот теперь посмотрите, в каких условиях мы проживаем все это время. За СИМ руководством компании РС я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хорошего. И когда я знаю, что существуют перерывы в освещении, там перезаряжается лампочка или что-то потухает, когда у вас потухло ненужный момент, вспоминайте нас, пожалуйста. мы так живем долгий период времени. Свет к нам вообще не дошел и не приходит. Такое впечатление, что мы живем в древнем мире. Вот уже скоро с факелами будем ходить по нашей улице. С вами был господа грепальчане, Фронзо Владимир, специальный корреспондент канала Григорьополь ТВ. Да будет свет, сказал монтер и начал лезть в провода. Пока. А теперь смотрите, что делается в данный момент. Это руководство РЭСа обращения у нас на улице. Снимать буду с окна, я думаю, буду. Я отодвинул шторку, чтобы видели. Напротив меня находится дом Карла Маркса. 180 подъезды и балконы освещения мы видим, а во дворе господа у нас как у негра кое-где. А может вы нас зачер считаете людей, которые недостойны того, чтобы у них горел свет. Как, скажите, пожалуйста, в такой теме можно отпустить ребенка или выйти даже самому? только не надо рассказывать сказки, что ребенку нечего делать в такое время на улице и тому подобное. В 9 у нас темнеет, и с 9 у нас ровно вот такие варианты. убедились в правдивости моих слов, ждем от вас результат. Всего доброго, до новых встреч в положительном тенденции, на положительных словах. Надеюсь, что вы исправились и принесли в наши дома счастье, счастье света, освещение и луч тепла. До свидания, здоровья вам, не кашляйте. Каникулы уже не за горами, и чем детишек вам занять решают папы с мамами, как от компьютера отвлечь, побегали, чтобы и поиграли. Решение есть, пейтбольный клуб наш снайпер. Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Прони жилет на тене, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. В таком отдыху детишки будут рады.